Продолжение следует... 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 Мы хотим, чтобы данное взаимодействие привело к только положительным результатам. В свою очередь заместитель секретаря общественной палаты Республики Абхазия Изольда Хагба поблагодарила за радушный прием у нас в республике и подчеркнула, что данное соглашение позволит еще больше развивать и укреплять институты гражданского общества. Вы уже подчеркнули национальное многообразие Карачаева Черкесской Республики и здесь проживает наш братский народ Абазин и поэтому мы особое чувство вкладываем в подписание того соглашения, которое сегодня состоится, потому что Абхазия и Абазины это один народ. После чего прошло подписание соглашения общественной палаты Карачаева Черкесии и общественной палаты Абхазии. Данный документ позволит установить деловые контакты между советами и их рабочими группами. Это будет очень важным фундаментом по взаимному обмену опытами, по тому, как вы начнете еще лучше слышать друг друга, потому что Карачаев Черкесии на самом деле такая очень братская семья. Конечно, у нас пять основных народов, которые как единая семья большая живет, но у нас много десятков других народов, которые проживают также в Карачаев Черкесии. В завершении мероприятия заместитель секретаря общественной палаты Республики Абхазия Изорда Хагба подарила картину с изображением центральной набережной Сухума, председателю общественной палаты Карачаева Черкесии Елены Ляшовой. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева Черкесия. В Карачаево Черкесии минувшие выходные оказались насыщенными на события. Дни культуры народа Абхазия прошли в региональной столице и ауле Псыш и привлекли внимание огромного количества жителей и гостей республики. О спортивных состязаниях в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Я уже второй раз сюда приезжаю. Мне очень нравится. Тут команды с каждым годом, они уже как бы поднимают свой уровень, намного интереснее играть. Конечно, трудновато играть на солнце, потому что оно прям слепит в глаза, аж плакать хочется. Волейболистка из Абхазии София Хакба приезжает в Карачаево Черкесию во второй раз. Благодаря участию в играх народа Абаза она может не только сравнить уровень своей спортивной подготовки, но и побывать в полюбившихся местах, а также познакомиться с новыми интересными людьми. Собственно, масштабные соревновательные проекты когда-то и задумывались, как еще одна возможность разным народам найти общий язык. К сожалению, самые большие игры планеты, чей девиз «Быстрее, выше, сильнее, вместе» давно перестали быть объединяющими. Чего не скажешь о состязаниях в ауле Псыш, которые не первый год организует Международное объединение Лошара и ее руководитель Мусаик Зеков. Спасибо огромное, что вы с нами сегодня разделяете нашу радость. Сегодня большой праздник, восьмые игры народа Абаза. И для нас это не просто праздник спорта, а праздник здоровья. Для нас это праздник единения. Сегодня мы все, друг друга смотря, как в зеркало, видим себя, потому что мы все одинаково счастливы. Количество дисциплин, в которых приняли участие команды из нескольких регионов России, а также сборной Абхазии, перечислять можно долго. Каждый, кто посетил в этом году Абазинские игры, мог выбрать себе вид спорта по душе, не забывая, разумеется, поддерживать своих и в остальных состязаниях. Игровые виды, а также соревнования на силу, выносливость, точность стрельбы – все это, несмотря на жаркую погоду, привлекло внимание огромного количества зрителей. Это очень хорошее, увлекательное дело, которое объединяет не только Абазин, но и все народы нашей республики. Я желаю, чтобы этот турнир прошел так же отлично, как он проходил ранее. Как спорт, нету такого объединяющего. Пусть будет мир, пусть будет радость. Мы раскиданы по всему миру, и благодаря Абазе Играм у нас есть возможность раз в год официально приезжать на красивые поляны, бегать, прыгать, не знаю, как делали наши предки, только предки-то делали в одном пространстве. Но надеюсь, что шаг за шагом мы будем идти к тому, чтобы все ближе и ближе друг к другу. Вряд ли найдется спортсмен, которому не важна победа. Ради нее он готов преодолевать себя, свои трудности. Однако главная задача нынешнего спортивного форума в ПСЖ была все-таки в другом – в объединении людей, живущих в разных регионах и даже странах. Артур Мухце, Фатима Хунова, Арсел Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Абазинский район. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Магомед Джарбаев стал первым в спортивной борьбе по дисциплине грэплинг. Магомед провел пять схваток в весовой категории 77 килограммов и одержал уверенную победу. Следует отметить, что Магомед Джарбаев – один из лучших борцов в этом виде единоборств и завоевывает чемпионский титул третий год подряд. Спортсмен тренируется у Азамата Кубанова. Напомню, соревнования проходили в городе Санкт-Петербург с 21 по 23 июля. В турнире принимали участие порядка 400 спортсменов. Сегодня день сотрудника органов следствия Российской Федерации. По случаю профессионального праздника, эксклюзивное интервью нашей программе дал руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике Николай Щепкин. Слово Светлане Шагановой. А я с вами прощаюсь. До завтра. Хорошего вам настроения и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok